Здравствуйте! Это программа Юниор и я ее ведущая Катя Лебедева рассказываю вам о детско-юношеских спортивных секциях в Омской области. Сегодня мы поговорим сразу о четырех видах спорта. Объединяет их искусство борьбы. Каратэ, дзюдо, тайский бокс и греко-римская борьба. Для людей, не посвященных, все эти единоборства не отличаются друг от друга. Но для тысячи мальчишек и девчонок Омской области каждый из них единственный и неповторимый. Сегодня в программе вы узнаете, где в Омске обучиться искусству дзюдо. Побываете на соревнованиях по тайскому боксу. Узнаете, почему в греко-римскую борьбу не берут девчонок. Потому что они могут поссориться с кем-то. Познакомитесь с серебряной призеркой первенства России по каратэ. Я сейчас должна показывать хорошие результаты. Белоснежные кимоно, махи руками и ногами. Мы находимся с вами в секции каратэ для самых маленьких. Это очень популярный вид боевого искусства. Им занимаются как мальчишки, так и девчонки. Каратэ – японское боевое искусство. Является одним из видов спорта кандидатов на включение в программу Олимпийских игр. В каратэ выделяют ученические степени, кью и мастерские степени – данные. Внешним атрибутом является пояс. Как правило, более темный цвет означает более высокую степень. На территории Омской области действует семь основных спортивных клубов. Каратэ выбрали для себя около двух тысяч амичей. Общей физической подготовкой с элементами каратэ дети начинают заниматься с четырёх лет. Получают начальные знания по дисциплине, учатся внимательно слушать тренера, держать осанку, вырабатывают координацию. Каратэ подходит всем зашкольникам без ограничений. Любопытно. Благодаря дыхательным упражнениям дети астматики в секции начинают чувствовать себя лучше. Педиатры подчеркивают колоссальный оздоравливающий эффект. Как вы видите, дети занимаются босиком. Это у нас и разминка, и растяжка, и закалка, и, конечно, общее развивающее упражнение. Медитация помогает маленьким каратистам быть более внимательными и послушными. Медленно, но верно, юные спортсмены подходят к профессиональным занятиям каратэ и своим первым соревнованиям. Основными стартами для детей является первенство Омской области, по результатам которого формируется сборная команды Омской области для участия во всероссийских, в первенствах России, в всероссийских соревнованиях. В каратэ много нового и много испытаний. Мне нравится, когда мы делаем удары. А зачем тебе это нужно? Чтобы быть сильной. Юлия Шибалтас начала заниматься каратэ в 8 лет. Тренер сразу отметил ее рвение и способности к этому виду спорта. Сейчас у нее коричневый пояс, второй кью. К 13 годам это очень хороший результат. Чтобы уметь правильно применить свои знания, умения, надо иметь очень хорошее мышление, очень хорошо понимать, что ты делаешь, как ты. Мудрость даже в некоторые, может, приходит. Большинство ребят из клуба «Триумф», так же, как и Юлия, входят в сборную Омской области по каратэ в разных возрастных категориях. Здесь юные спортсмены занимаются кумите и ката. Кумите – это бой с живым противником. Убьетесь подвижно, быстро и на баллы. А ката – это бой с невидимым противником. Убьете, ну как, это типа бой, но он не такой быстрый. Многие просто хотят стать сильными. Некоторых друзья привели, некоторых родители. В отличие от других боевых искусств, в горигоремской борьбе девушек практически нет. В этом мы своими глазами убедились, заглянув на тренировку в учебно-спортивную базу «Тамира-1А». Классическая греко-римская борьба зародилась в Древней Греции и получила развитие в Римской империи. А современный вид борьбы сформировался во Франции в XIX веке. Греко-римская борьба – олимпийский вид спорта. В Омской области является одним из базовых видов. Школы и секции есть в 12 муниципальных районах. В городе борцы занимаются в спортшколах 19-й, 26-й и в детско-юношеской школе Олимпийского резерва. Секции борьбы расположены в каждом районе областного центра. Греко-римской борьбой ребята начинают заниматься не раньше 8 лет. В детско-юношеской школе Олимпийского резерва в просторном зале со специальным инвентарем и тренажерами из обычных мальчишек делают профессиональных борцов. Под руководством опытного тренера Виктора Чемоданова они развивают полезные качества, необходимые для греко-римской борьбы. Выносливость, гибкость и силу. Мужской вид спорта настоящий. Развивает буквально все группы мышц. У нас очень много различных тренировок. И футбол есть, и бег, и лыжи, и кросс, и борьба. У всех видов борьбы самый физически развитый вид спорта, потому что меньше всего возможностей у нас дается для победы над соперником. То есть у нас нет ни кимоно, ни за ноги мы не можем хватать. Именно за счет физических данных и техники мы как бы одерживаем победу. Кстати, греко-римская борьба остается пока единственным неженским видом спорта. В этих залах девчонки появляются только в качестве болельщиц. Мальчишки же охотно приходят в этот вид спорта, а кто-то даже продолжает семейные традиции, как, например, Александр Корякуха, внук и сын прославленных спортсменов. Мой деда был тоже греко-римской борьбой. Он очень много занимался, так же, как и мой папа. И вот я хотела продолжить нашу комиссию борьбы, чтобы греко-римская. В одном зале тренируются как начинающие, так и профессиональные борцы. Здесь же проводятся областные и всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. Омские спортсмены неизменно среди участников и победителей. Чемпионские традиции Омской школы классической борьбы становятся хорошим стимулом для мальчишек приходить в этот спорт, развивать силу и не только физическую. Оригинальное название тайского бокса – муай тай, что означает «поединок свободных». По сей день он находится на вооружении тайской армии. В тайском боксе в ход идут кулаки, локти, колени и ступни. Такой подход к ведению боя делает тайский бокс опасным и травматичным. Для защиты здесь используются шлем и щиты. В Омске тайским боксом занимаются в клубе «Муай тай» в Литур-центре. Для начинающих спортсменов занятия бесплатные. Начинать заниматься тайским боксом рекомендуют 8 лет. Первый год-полтора проходит общая физическая подготовка. Укрепляются основные группы мышц, легкие, сердце. Далее – специальная подготовка. Спортсмены закаляют корпус, спину и ударные части. И только к 12 годам бойцы выходят на свои первые соревнования. Вот и мы побывали на Кубке Омска по тайскому боксу. Любителей этого вида спорта оказалось больше, чем мы ожидали. Более 200 юношей и девушек – от самых титулованных и опытных до начинающих боксеров. Я знаю, что это самый лучший вид спорта, только настоящие парни могут этим заниматься. Очень интересно, почему на таких соревнованиях играют национальная музыка. Действительно, во время соревнований звучит тайская музыка. А перед самим боем спортсмены исполняют молитву и церемониальный танец – знак приветствия и уважения к тренеру и бойцам. Всему, что должен знать каждый тайбоксер, обучает в своей школе Олег Кудринский. Сотни мальчишек из неповоротливых и угловатых превращаются в школе Омской Федерации тайского бокса в техничных и отважных спортсменов муай-тай. Рекомендация родителям, если вы хотите, чтобы ваш сын стал настоящим мужчиной в дальнейшем, он должен закалять себя с детства. Потому что сейчас многих пацанов закаляет не спорт, такой, как спорт сильных мужчин, а компьютер. Надо реально относиться к жизни, реально приводить, отдавать в единоборство или в любые другие виды спорта, чтобы человек, мужчина становился сильным, чтобы он мог в дальнейшем защитить себя, семью свою, свою девушку и так далее. Для людей, которые любят спорт и хотят этим заниматься, нет ничего невозможного. С этим согласятся ребята и тренер секции под дзюдо, кто находится в поселке Кортнер. Дзюдо. Олимпийский вид спорта. Клуб «Спарта». Одна из баз с дюшор номер 17. Поселок Корный. Среднеобщеобразовательная школа 141. Занимаются дети из неблагополучных или неполных семей. Порядка 70 человек в возрасте от 7 до 20 лет. Занятия проводятся бесплатно. Евгений Леус. 16 лет. Призер первенства России. Студент училища Олимпийского резерва. Тренер. Алексей Кондаков. Мастер спорта. 8 лет назад здесь, в поселке Корный, открылась секция дзюдо. Алексей Кондаков, единственный ныне тренер, который воспитывает в местных мальчишках будущих чемпионов, рассказывает – дисциплина. Вот что нужно подросткам, которые растут в неблагополучной среде. Спорт в этом смысле – лучший помощник. Проблем с посещаемостью не было. Наверное, это в силу контингента этого района. Народ боевой, окраина города, борьба – это то, что, наверное, нужно было ребятишкам в этом поселке. Поэтому, начиная с первого дня и до сегодняшнего момента, проблем с набором и с детьми, к счастью, нет. За 8 лет работы из стен клуба «Спарта» вышли хорошие профессионалы. Только в прошлом году 6 воспитанников клуба выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. И у каждого своя история. 16-летний Евгений Леус рос в неполной семье. Спорт и дзюдо, в частности, дали Жене возможность поверить в себя. Призер первенства России. Сейчас он авторитет для начинающих дзюдоистов. Они слушают его буквально с открытым ртом. Гордость для матери и пример для друзей. Могу показать малышам, то, что я достиг, то, что я как-то могу им показать, то, что я умею уже. И научить их этому, чтобы они дальше пошли так же, как я. Шаг уведения. Поведение, равновесие. И мах сильный. Это борьба, во-первых. Это борьба. Здесь отсутствует ударная техника. А для детей это очень благоприятно. Зюдо характерно тем, что в его арсенале не одна сотня приемов. И постигая азы дзюдо, и достигая какого-то мастерства в дзюдо, человек получает довольно обширный двигательный опыт, что в жизни ему, несомненно, пригождается. Развивайте силу физическую и укрепляйте спортивный дух. Возможно, один из видов единоборств, про которые я сегодня рассказала, поможет вам в этом. Это была программа «Иниор» и я, ее ведущая, Катя Лебедева. Занимайтесь спортом. Занимайтесь спортом. Субтитры подогнал «Симон»